Два дня собственники и топ-менеджеры сибирских компаний обучаются сервис-дизайну. Давайте узнаем, что это такое. Сервис-дизайн помогает составить карту пути клиента Customer Journey Map или сокращенно CGM. Сегодня мастер-класс по Customer Journey Map. Это сейчас очень такая тема актуальная, и многие компании озабочены этим вопросом, потому что 2020 год изменил нас всех, особенно изменил наших клиентов, наших покупателей. И вот мы здесь как раз собрались на эти два дня для того, чтобы исследовать клиентский опыт и прописать Customer Journey Map для наших компаний. Как же составляется карта пути клиента? Вот если мы будем раскладывать все наши сервис не с нашей точки зрения, как мы хотим, а с точки зрения именно самого клиента, пользования услугами, сервисами, продуктами, неважно у нас рынок B2B или B2C, если мы научимся прям очень детально раскладывать по таким шагам, то мы увидим для себя много полезного. Что там такое? Потому что на каждом шаге человек может не справляться с задачами, у него могут появляться вопросы, на которые он не получает ответы, например. У него могут быть какие-то эмоции, которые мешают ему сделать следующий шаг, а это про конверсию и так далее и тому подобное. То есть вот детальная такая подробная очень распаковка пути клиента по шагам. Роман занимает нетривиальную должность, является руководителем управления операционного счастья сотрудников в одном из банков. Он считает, что сервис-дизайн важен не только для построения отношений с клиентами, но и с командой. Главная задача бизнеса – делать клиента счастливым, а счастливым клиентом может сделать только счастливый сотрудник. И все, что с этим связано. То есть процессы, в которые вовлечены как сотрудники, так и клиенты, и, собственно, продуктовое наполнение. Ирина Баранова проводит такие мастер-классы крайне редко. Поэтому сегодня в Новосибирск приехали не только желающие обучиться сервис-дизайну из городов Сибири, но и из более отдаленных населенных пунктов. Например, из Москвы. С учетом пандемии, что мы видим сейчас в стране, выживают компании, которые реально нацелены на взаимоотношения с людьми. Вот это искренний, душевный подход, который транслируется именно через клиентский сервис. И для меня вот Custom Journey Map, почему я сюда сегодня приехала из Москвы, это про ощущения, это про чувствование, это про то, а что испытывает ваш клиент, когда он к вам приходит. Неожиданный поворот. Середина мастер-класса, но все участники куда-то расходятся. Что происходит? Оказалось, что мастер-класс состоит не только из теории, но и требует от участников незамедлительных практических действий. Сейчас все участники пошли в полевые исследования. Они пошли наблюдать друг за другом в пользовании разными сервисами, общаться с другими людьми, даже незнакомыми для них, чтобы вернуться и на основе этого опыта, этих исследований сделать практику составления этого маршрутной карты. Все участники разделились на команды и отправились общаться с менеджерами и кассирами, близлежащих супермаркетов, стоматологических клиник, магазинов розничных продаж, обуви и одежды. Составляя маршрутную карту клиента, без выхода в поля не обойтись. Думать, что можно отсидеться в офисе – это одно из заблуждений. А какие еще ошибки сервис-дизайна допускают компании? Ну, например, в продуктовом ритейле какие есть ошибки? Мне кажется, что в продуктовом ритейле, ну, во-первых, очень много держится на персонале. Это кассир-прилавочник, это человек, который разносит товары и так далее и тому подобное. Я думаю, что основная, наверное, ошибка в этом смысле со стороны компании – это недостаточно высокий уровень заботы о своих сотрудниках. Потому что сотрудник может реально обслужить клиента и быть к нему со всей эмпатией и со всей помощью, тогда, когда он сам ощущает эту заботу вокруг себя. Конкурентоспособность компании невозможна без сервиса. Причем сервиса всеобъемлющего в отношении не только к клиенту, но и ко всем без исключения сотрудникам. Тщательно работайте над вашим сервисом и держите на вооружении Customer Journey Map. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok